Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Станпори, Финляндия. Иногда задают такой вопрос под каким-то видео, читаешь этот вопрос и понимаешь, ну ни одной фразой, ни двумя фразами, даже если я напишу целую диссертацию, все равно я ответить не смогу. И я всегда пишу большое спасибо за вопрос, я запишу целое видео и вот расскажу, как это разложу по полкам. Ну и первое, если вы остались безработной, вас уволили, сократили, называйте как хотите, вот вы как говорится остались без работы, не сидите, не ждите, когда на горе рак свистнет, сразу на следующий день нужно делать илмойтуш, что вы остались безработная. И пытаетесь вы получить пособие по безработице или нет, это тоже вот такая графа. То есть многие сидят безработные, но они пособие по безработице не просят только из-за того, что у них есть, например, муж хорошо зарабатывающий и это пособие, как говорится, не полагается. Да, такое тоже может быть и люди, многие не хотят вот этого пособия только из-за того, если тебе пособие платят, тебе могут предложить рабочее место и ты не сможешь отказаться. То есть выбор вот такой. Поэтому многие сидят и, как говорится, если есть на чем, на что сидеть, вот так, наверное, лучше сказать, это самое здоровое. Народ, прошу прощения, проходил сосед мимо в окне, махнул рукой, видят, что я сижу, записываю видео, потому что у меня с правой стороны окно. Ну и тут идет разделение и вот, как всегда смеюсь я, когда я приехала в Финляндию 35 лет назад и после этого прошло каких-то там 2 года я переехала в Тампере, уже вот на моем веку 2 раза переезжала Тюэвоэма, то место, вот этот офис по трудоустройству народа. И раньше ты приходил, у тебя была синенькая книжечка, куда записывали день, число, в какой кабинет ты должен прийти. Теперь же все на компьютере, то есть не то, что ты открыл компьютер, там нужно быть еще компьютерным гением, потому что не дай бог ты что-то забыл поставить крестик, тебя выкидывает программа просто на раз, два, три. У меня всегда это большая головная боль, но опять же теперь молодежь шарится в компьютере на раз, два, три. Если у вас есть кто вот такой разбирается, всегда попросите, потому что для меня это всегда вот такая головная боль. Ну и первый вопрос, вы гражданин Финляндии, если вы шумиканшаланин, вы ставите крестик, что вы гражданин Финляндии. И потом идет вопрос, если вы гражданин какой-то ЭУ страны, то есть вот если вы гражданин Европы, Униона, Эстония, Латвия, и перечисляйте, хоть заперечисляйтесь, у вас есть вот этот номер. Ну и конечно, если вы шумиканшаланин, у вас должен быть То есть вот этот номер вы всегда записываете, который идет сначала число, день рождения, год вашего рождения, потом черточка и вот этот длинный номер в конце буква, вот этот номер самый главный. И его нужно очень аккуратно записывать. Если вы какие-то бумаги посылаете по почте, вот этот номер тоже осторожно нужно записывать, потому что это вот все данные о вас. Я всегда тоже так, знаете, если по почте что-то я посылаю, всегда думаю писать этот номер или нет. Ну и конечно, можно звонить, там есть телефон, на который можно всегда оставить, как говорится, вот такое сообщение. Пожалуйста, будьте любезны, я хочу вот о этом, о этом спросить. И конечно, я сама вот такой человек. Мне нравится, когда они звонят обратно, то есть они, например, могут прислать, что вот такого-то числа, во столько-то времени, виркалья оттаюхты. То есть вот если так вам написали, что ждите вам вот в это время, в этот час, они, как говорится, попытаются позвонить плюс-минус 5 минут. Но обычно вот если написано 13 часов, 13.05, как говорится, в Емисто они звонят. Ну и самому тоже можно звонить. Там, к сожалению, это и есть ограничения. То есть всегда заходите в интернет, смотрите и помните, что да, если вы сегодня остались безработным, завтра уже нужно заполнять эти бумаги. Ну, конечно, суббота, воскресенье не считается, но вот будние дни, не ждите, что. Но сейчас вот этот месяц пройдет, а потом на горе свистнет рак, и может быть я сяду в понедельник с утрица, напьюсь кофейка, потом буду заполнять бумаги. Нет, не ждите. Ну и девочка спрашивала, почему я так вот, знаете, издалека зашла. Оля, хочу уволиться, но боюсь, потому что найду ли новое место. И вот как ты уволилась такая, что, как говорится, что ты осталась без денег. Ну, опять же, я уволилась сама. Да, карантин 45 дней. Если ты увольняешься, то есть ты не получаешь ни от пособия по безработице, ни от кела и так далее. Но опять же, я этой девушке написала, если ты увольняешься, не бойся, с голоду ты не умрешь. Если у тебя съемная квартира, ты можешь подать на Азумис Туке, то есть ты можешь подать на вот такое помощь, заплатить тебе за акварплату. И той Метулу Туке, вот такое тоже можно подать, той Метулу Туке платят тем, у кого вот нет вообще дохода, то есть доход ноль. Но опять же, пока ты подашь и пока будет это разбирательство, на что-то тебе нужно есть, на что-то тебе нужно пить, что-то тебе нужно платить, если какие-то счета есть, всегда нужно делать какой-то план. Вот если сейчас я увольняюсь 45 дней, я не получаю никакого пособия, мне нужно будет купить вот это, вот это, вот это. Если еще маленькие дети, им тоже все это нужно купить. То есть, конечно, какую-то денежную платформу нужно иметь. То есть, все равно какой-то, я не знаю, накопительный счет или что-то в этом духе. Ну и опять же, перед тем, как уволиться, если вы думаете, что ну вот я уволюсь, а найду ли я что-то, потому что то место караульное, а найду ли я что-то, попытайтесь найти до того, как вы уволились. Эти резюме можно послать, сейвы по-фински называются, эти можно послать заранее и даже пойти на собеседование. Почему нет? Я когда работала в доме престарелых, я ходила на собеседование и здорово получилось. Она написала, что у меня есть рабочее место, но вот я все равно думаю и так далее, и так далее, и все здорово. И она какие-то пометки себе делала. Я сидела напротив, к сожалению, я не видела, какие пометки она делала. Ну, она мне сказала, что она рада, что вот у меня такой хуйпушомик я летаю, то есть вот так она мне ответила, что очень хороший у меня финский язык. Это тоже в наше время редкость, потому что люди могут жить и 20, и 30 лет, а говорить по-фински так, что уши просто сворачиваются в трубочку и непонятно ровно как ничего. Опять же, я говорю, дома финского вы не подтянете, вы идете на работу, на курсы хоть куда. Финский просто за месяц вы своего финского не узнаете, потому что когда финский у вас на работе 7,5 часа, часов, наверное, да, конечно, финский будет совершенно другой. Дома можно сидеть с книжечкой и учить «ми наолен, синаолит, меолеме», но выходя на кухню, включая русское радио, конечно, все это будет пропадать просто в трубу, конечно, финский, и вы подтянете. Ну и если вы заполняете в Келло той метулу Туки, конечно, там очень большая бюрократия. Вы не думайте, что вот вы пришли, вы расскажете, что вы уволились с работы, вам не хватает на еду и так далее, и вам сразу миллион евро на счет, что кути не хочу. Нет, бюрократия страшная, спрашивают вплоть до того, что принесите, пожалуйста, копию счета, что у вас на счету есть. Ну и, конечно, у нас есть вот такие социальные трудни, которые умеют все это обойти, у них деньги есть, но на счету этих денег нету. И вот они ходят по этим офисам и клянчат, что дайте на то, на все, на пятое, десятое. Это тоже есть, это всегда было и будет, есть вот у нас такие социальные трудни, и я, конечно, всегда этого боюсь и всегда говорю, народ, очень осторожно этим пытайтесь заниматься, потому что это вычисляется на раз, два, три. Если вот такое всплывает, что на счету у вас ничего нету, а потом вы идете и покупаете машину, да, конечно, это всплывает просто на раз, два, три. И вломят так, по самое не хочу, и дадут еще такой квиточек, что будьте любезны, верните эти деньги взад, да, взад, то бишь назад. Это, конечно, всегда вот так страшно. Ну и опять же, если вы состоите в профсоюзе, я про профсоюзы говорить не буду, их есть вагон и маленькая тележка, и, например, когда я училась в ТАК, к нам приходили эти профсоюзы, по-моему, два раза, то есть вот они приходят, рассказывают, дают эту книжонку, что, пожалуйста, вступайте в профсоюз, когда пойдете работать, вы будете от работы в 6 месяцев, 8 месяцев, смотря какой профсоюз, если, не дай бог, останетесь безработной, будете получать вот столько-то процентов от вашей зарплаты и так далее, и так далее. И почему они пытаются в школе уже вас присоединить в этот профсоюз, потому что школьникам не нужно платить эти взносы. Есть обыкновенные профсоюзы, где ты платишь 1.2% от зарплаты, ну вот, например, я плачу раз в год, то есть у меня вот пока тюэт, у меня касса, у меня касса для безработных, раз в год ты заплатил 99 евро, и, как говорится, будьте любезны, никаких процентов от зарплаты, и раньше это было 500 дней, платили пособие по безработице, теперь это снизено до 400 дней, ну и красные, конечно, дни календаря сюда не входят, то есть вот я, когда осталась безработная, я сидела на пособие 500 дней. Конечно, пособие это никакие не шикарные деньги, работать все равно надо, заработать ты можешь больше, но, опять же, на, как говорится, пособие тоже можно жить, никто в Финляндии с голоду не умирает, и под мостом у нас никто не живет, если действительно нет возможности снимать какую-то красивую квартиру, у нас есть прямо целые районы, я показываю Хербанту и говорю, что вот, пожалуйста, дом на доме, рядом с домом, только одно социальное жилье, живут люди неплохо, и квартиры эти очень приличные. Когда мы у Леночки, я показываю социальное жилье, люди были в шоке, что трехкомнатная квартира, социальное жилье. Да, никто не спит вместе с ребенком, квадратные метры, которые вам положены, они даются, то есть прихожая, гостиная, две спальни, в одной спит Леночка, в другой спит ее дочь и большая кухня, то есть, конечно, если вот такое у вас случается, и вы получаете, что вы безработная, конечно, под мостом у нас никто не живет. И если действительно какая-то вот такая ситуация, вам приходится убегать, например, от тирана мужа и так далее, есть туры в охоте, куда женщина может прийти с ребенком, там есть тоже определенные ограничения, какого возраста должен быть ребенок, но если вот такое у вас, как говорится, получается, все это в Финляндии есть, не бойтесь, узнавайте, все можно найти теперь в интернетах, и если действительно финский плохой, по-фински эта информация только есть, нажав на переводчик, вы сможете перевести себя, нельзя сидеть дома, опустив руки и плакать на судьбинушку, что вот судьба моя такая, и с работы мне не уволиться, и муж у меня вот такой, и хоть петлю, как говорится, да, пойди в хозяйственный магазин, нет, конечно, жизнь, жизнь нужно свою пытаться изменить, и всегда есть человек, который вам поможет, я думаю, если вы вот так посмотрите, кто вас окружает, всегда найдется человек, на которого можно положиться, и кто даст хороший совет, ну и если есть какие-то подруги, вот такие кулацкие подпевала, которые скажут, да ну, да что-то, да сиди, да ладно, нет, таких, пожалуйста, отметайте на раз, два, три, а наоборот ищите таких адекватных, которые скажут, давай, давай, сейчас покупай тетрадку в клетку, выкладывай, выписывай все, что нужно знать, и давай пытайся изменить свою жизнь, ну и, конечно, новая работа, если вы вот идете, я сейчас буду говорить про дом престарелых, всегда можно пойти на пять дней, у них есть вот такой тут уж, то есть вам расскажут, какие жильцы, где вы будете работать, что входит в ваши обязанности, и вот здесь я читаю, опять же, я выписала себе, какие обязанности сейчас предлагаю, вернее, требуют на Хойва Авуштая, вот такой помощник, я нашла тоже рабочее место, ну и первое, написано между строк, то есть тоже нужно уметь понять, почему так написано, написано, что они хотят Кахви Сеура, то есть они хотят человека, который будет составлять вот такое, на кофейном перерыве с этим жильцом, который там живет, но опять же, и дальше приписано, то есть вам нужно уметь на финском языке с этим жильцом разговаривать, то есть не написано, вот как бы я написала, что должен говорить человек по-фински, нет, такого написать не могут, потому что сейчас вообще очень осторожно нужно написать, потому что могут такую жалобу накатать, что отчетивая дискриминеер, дискриминируйте кого-то, мне даже не выговорить это слово, нет, поэтому написано вот так, знаете, как бы аккуратно, что ты должен составить компанию и говорить по-фински вот с этим жильцом, но не могли написать, что финский должен быть, да, люди, конечно, могут прийти в дом престарелых работать, но по-фински не говорить вообще, и, кажется, жильцы боятся, они смущаются некоторые, даже плачут, что, конечно, если человек говорит, а он ему не отвечает, ну, некоторые вот действительно в таком стрессе постоянном, поэтому вот в этом хаке муксе было написано, что с вами кешку стелутайду, ну, я, конечно, всегда говорю, я этих жильцов бедных заболтаю так, что они спать будут без пиуль, потому что я говорю, 24 часа без остановки, мой, наоборот, сказал, что ты вот находка для шпионов, потому что ты рассказываешь анекдоты и новости и все, что угодно, и еще на финском языке, конечно, да, когда я ходила в этот дом престарелых, поэтому она сделала пометку, что вот у меня настолько такой, знаете, скажем, льющийся этот финский язык, да, конечно, я делаю ошибки, я не там ставлю иногда ударения, у меня хромают окончания, ну, я говорю так быстро, я не успею, как говорится, подумать, какое окончание нужно сказать, если бы я была вот такая, тянула, растягивала, вот это тениталтай, как я всегда называю, может быть, и окончания были бы другие, но так как я говорю очень быстро, а мозги еще работают на две фразы вперед, конечно, я про окончание не думаю, сказала и сказала, кто не поймет ничего страшного, могу еще раз повторить, ну, и всем, кто ищет работу, опять же, задают вот вопрос этот по второму и третьему разу, и наоборот говорят, Оль, ну какая ты молодец, что вот единственный человек, который рассказывает вот про такое, да, конечно, очень бы здорово пойти на курсы стилистов, или каких-то визажистов, или маникуристов, но, к сожалению, эти профессии не востребованы, и когда мне пишут, о, только эмигранты, вот это самая ужасная, грязная работа и так далее, ну, я всегда отвечаю, не только эмигранты, например, вот где новое место, куда ходила я, там вообще нет ни одного эмигранта, работают одни финны, вот я когда пришла, да, конечно, у меня финское гражданство, и в бумагах я написала, что Олин, Суамаланин, я финка, ну, какая я финка, народ, ну, вы тоже, как говорится, включаете холодные мозги, конечно, где финки, где я, конечно, я буду не финка, но то, что финское гражданство есть, всегда это в графе тоже отмечается, поэтому, если вы рабочее место ищите, ищите, сейчас выбираем мы, они выбирают нас, и прийти, хоть 20 мест вы можете обойти, никакая не проблема, и прийти, вот даже просто познакомиться, посмотреть, кто работает, как работает, какие жильцы, сможете ли вы справляться, и так далее, то есть, все для вас, и место, куда сейчас ходила я, вот так посмотреть, тоже спросили, есть ли у вас машина, есть ли возможность ездить, и так далее, я сказала, что я сразу говорю, что машина у меня есть, и ездить я никуда не собираюсь, потому что при таком бензине, и при такой зарплате, есть, как говорится, не хочется накручивать эти километры, сразу сказали, что у нас эту, будет вот такая карточка автобусная, вам в подарок, если вы будете к нам приезжать работать, то есть, работников не хватает, поэтому плюшки всякие есть, тоже спрашивайте, я не думаю, что если вы действительно такой, вы хороший работник, и я думаю, что все получится, девочки, старайтесь, ну и на последних оставила платье, когда снимаю в магазине, монки, 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 да, не помню, как магазин называется, но не важно, в центре тампера, и меряю платье кружевное, и говорю, народ, тело как в тисках, но я не могу такое платье купить, во-первых, 100% полиэстер полиамид, переработанная синтетика, я когда надевала, я уже чувствовала, что у меня чешется все, то есть, у меня уже на шее были красные пятна, и когда я показываю, выворачиваю подкладку, говорю, посмотрите, еще подкладка 100% полиэстер, тут, конечно, просто ты как в тисках, и оно не тянется, то есть, нету никакого спантекса, и говорю, что у меня есть точно такое же платье, от крема, но сейчас я немножко похудела, оно влезло как в литую, раньше оно было наверху, так немножко тесновато, платье черное, и синее кружева, то есть, вот я сейчас поддела черный топик, платье кажется черным, когда я поддеваю синий топик, платье сразу кажется синим, и так как здесь катон со спантексом, во-первых, оно тянется, и во-вторых, оно не колется, а не то, что я сижу, и как на иголках, мне хочется себя все время, вот знаете, какие-то, как говорят, пак кулейки, это вот как, как у тебя какое-то заболевание, что ты чешешься, я, конечно, всегда за качество, всегда вот за такое, но опять же, когда у меня спрашивают, Оля, ну, действительно, как проблемно сейчас купить хорошую вещь, я всегда за то, да, снять примерки, прийти поржать, посмеяться, как говорится, над собой, и так далее, и пойти дальше, это все я прекрасно понимаю, но я в жизни такую вещь не куплю, и когда я показываю цену, и говорю, 69 евро, народ, это вы что считаете бюджетно? Нет, конечно, это не бюджетно, это дорого, еще добавь 40 евро, и ты можешь купить платье от крема, ну, платье от крема стоит 89 евро, даже 100 евро, оно не стоит, ну, если еще купите под, не стопик, вот, лишние 40 евро, так в этом платье вы будете ходить до тех пор, пока оно налезает, или пока вам не надоест, или если что-то случилось, вы его забыли, в какой-то гостинице, да, такое же тоже бывает, что выкладываешь из чемодана, и на верхней полке что-то остается, так что, вот, начали про пособие по безработице, окончили на ряд дня, ауфит, как называете, да, хочу пойти покраситься, вот сижу, жду, когда, как говорится, рак на горе свистнет, закажу сразу время, немножко хочу подстричь кончики, да, кончики я уже много месяцев не стригла, красилась перед Турцией, вот, все лето, как говорится, не красилась, ну, и, как говорится, сидя дома, и так сойдет, я так считаю, но, все равно хочется выглядеть более-менее прилично, если сейчас какие-то примерки снимать, конечно, этот черный пробор мне не очень радует, но большое счастье, что нет седых волос, то есть, вот, если бы пол головы было седой, да, этот, конечно, черный пробор черным не казался, он бы казался седым, но так как седых волос нету, вот, слава Богу, как говорится, природа нам не отдохнула насчет седины, всем удачи, кто ищет работу, всем, как говорится, я держу за вас кулачки вот так, чтобы вам все, как говорится, вот случилось, как вы рассчитывали, мне не найти слов, но все прекрасно понимают, да, это всегда такая проблема, головная боль найти хорошее рабочее место, и еще, чтобы это рабочее место удержалось, потому что может прийти новый работник, и оказаться вот такой, знаете, змеей под колодной, которая будет копать под всех и по вся, так что и вы не первая, и не последняя, я всегда тоже про это говорю, был бы человек, статья найдется, которой можно к ней приладить, чтобы ее уволить, слава богу, что самим можно тоже уволиться, это никакая не проблема, подписывайтесь, не хворайтесь, вам была Оля из Тампыри, с Вилляндией, всем физкульт-привет, удачи, кто учится, кто ищет работу, ну и здоровья в личной жизни, не хворайте! Сюда!